Если театр начинается, как говорится, с вешалки, то объекты показа с улиц, по которым туристы добираются, к примеру, к институту приматологии. И здесь, на улице Мира, похоже, далеко не все идеально. В дворах мусор и трава в человеческий рост. На показ проезжающим выставлено постиранное белье. А ведь еще год назад к Олимпиаде здесь уже наводили порядок. Мы город-курорт международного значения. К нам едут иностранцы со всего мира. Эти иностранцы едут к объектам показа. В данном случае объект показа – обезьянник. Они едут на автобусах, смотрят с окон автобусов, что творится у вас во дворе. И нам очень важно, чтобы имидж города был достойным. Административная комиссия обратила внимание сочинцев на то, что по закону свою собственность тоже нужно содержать в чистоте, а не устраивать, к примеру, из придомовой территории свалку строительного мусора. Всех нарушителей санитарного порядка ждут штрафы, к тому же убраться все равно придется. Глава города предложил соседям по улице Мира собраться всем миром и навести порядок в своих дворах. Между тем, как оказалось, косметический ремонт требуется и самому обезьянему питомнику. Трудно краску купить и людям сказать, давайте покрасим этой же краской. Или трудно беленькой краске купить и фундамент этот подделать. Или трудно взять эти бордюры, взять покрасить. Все это надо, но он же смотреться будет по-другому. Питомник – один из главных туристических объектов показа. И руководство Института приматологии администрации города рекомендовало до 1 июня навести у себя порядок. А вот дорогу к женскому монастырю можно признать одной из самых показательных. Дома ухоженные, трава выкашена во дворах порядок. Сочинцы считают, что дорога к их краму должна выглядеть достойно. Мы подняли два этажа, сейчас будем крышу поднимать. У нас там очень красивый вид на речку, несказанный. Вот там мы хотим делать бугеты. Конечно, для туристов попить воды, принять какие-то там процедуры водные, для них они только об этом и спрашивают. О том, насколько этот объект показа интересен для туристов, говорят и сами гости курорта. Многие из них включают женский монастырь в обязательную программу пребывания в Сочи. Так, по словам москвички Аллы Хахаевой, отдых в Сочи оставит у нее неизгладимые впечатления. Я практически влюбилась, потому что для меня это как бы, ну, черноморские курорты не более. А сейчас есть моменты даже маленькой Европы, на мой взгляд. Роза Хутор мне очень понравилась. Там практически маленькая венец. Не знаю, мне вообще, для меня вот эти выходные прошли прям замечательно, идеально. Ну вот прям вот я отдохнула. Природа замечательная, небо хорошее, люди хорошие, обслуживание. Все великолепно, спасибо. По данным туроператоров, в этом году Сочи посетит много туристов, давно предпочитавших для отдыха Европу. И у Сочи есть шанс влюбить в себя этих отдыхающих. В мэрии такую возможность решили не упускать, приложив все усилия к тому, чтобы город предстал перед гостями как с картинки.